Братья и сестры, мы с вами, когда идем в воскресенье на собрание, еще даже заранее, наверное, мы готовимся. Кто-то готовится поучаствовать, кто-то готовится послушать, и так, чтобы все это было к назиданию церкви, к устройству. Но, знаете, я вам так скажу, что глава церкви Иисус Христос, Он тоже готовится. Если мы готовимся поучаствовать, послушать, поклониться Ему, то Он тоже готовится. Готовится, чтобы здесь что-то нам сказать. Не всегда у нас бывает одна тема в собрании, мы не договариваемся между собой проповедниками общего пения или те, кто участвует. Но очень часто, очень часто заметно, что вот какие-то истины, они не договариваясь, но они как бы дублируются или повторяются. Вот рассказали стихотворение о прокаженном, и слово было затронуто об этом. Еще какие-то моменты. Вот я сейчас слушаю, спела Сабина, Нива побелевшая стоит, да, о Ниве Божьей, где труженики нужны. Мы спели общим пением, дай нам силы, чтоб служили. И у меня уже мысли, думаю, вот уже и к моей теме подходим потихоньку. Моя тема будет о служении Богу. Один служитель так сказал, говорит, после моего папы, после моего папы, самый большой пример служения для меня апостол Павел. Но его папа тоже служитель. После моего папы самый большой пример служения это апостол Павел. Действительно, сложно найти, наверное, такого служителя, о котором столько написано в Писании, столько, который сам много написал, сам много сделал, чтобы брать уроки, брать примеры с него. Друзья, хотя другие апостолы потрудились, возможно, и не меньше апостола Павла. Говорят, что, например, апостол Андрей дошел, предположительно, даже до Крыма. Кто-то говорит, что может быть и дальше, и почти вот все Черное море по кругу, практически все эти территории он обошел. Но об этом не написано. Об этом известно что-то, немного какие-то упоминания, но об этом не написано. И поэтому мы только предполагать можем. А вот там, где трудился апостол Павел, как он трудился, какие он давал наставления, какие принципы в его служении были, об этом написано очень подробно. И вот мы подошли к тексту из послания к римлянам, 15 глава. Это уже заключение послания. 16 уже будут приветствия, и он подходит к концу. Мы с вами разбираем с 12 главы практическую жизнь христиан, которая основана на Евангелии. Как же живет христианин, который тело свое Богу посвятил, который в церкви хочет быть полезным, у которой строит евангельские отношения с членами церкви, с посторонними людьми, которые правильно относятся к власти. Это все я сейчас по порядку перечисляю те темы, которые затрагиваются. Как относиться к взаимоотношения, когда у нас какие-то второстепенные вопросы возникают. Как учиться принимать друг друга. Как сохранять единство церкви. Это все необходимое для человека, который спасенный и который живет по Евангелию. И вот теперь мы посмотрим служение, каким должно быть служение Богу, которое основано на Евангелии. Конечно, вы можете сказать, разве мы все апостолы Павлы? Разве мы призваны к этому? Ну, друзья, мы точно все не апостолы Павлы. И далеко даже не апостолы Павлы. Поэтому, и мы не будем сейчас, знаете, мы не будем считать километры, которые он прошел. Даже так предположительно, вот в тексте, в котором он здесь говорит, от Иерусалима до Иллирика. Вот когда он пишет послание к римлянам, он в Риме еще не был. Он был от Иерусалима и территория современной Сирии, Турции, Греции. То есть, получается, вот так с юга-востока на северо-запад. Он говорит, от Иерусалима до Иллирика. А Иллирик – это север Греции. Вот это примерное расстояние где-то около 2000 километров. Плюс еще вправо, влево, по Турции, вот если ходить, то там еще плюс-минус 500-600, может быть, куда-то он уклонялся, в одну, в другую сторону. Вот такая большая география его служения. И мы не считаем сейчас километры, мы не считаем церкви, которые он посетил, но мы смотрим на принципы. И вот принципы, они универсальны. То есть, принципы – это основное, то, что было действительным и для него тогда, и то, что действительно и для нас. У нас, в общем-то, и служение может быть другое, не такое, как у апостола Павла. Может быть, совершенно, мы в теле Христовом можем совершенно другое место занимать. И все равно для нас это применимо на уровне принципов. Я прочитаю текст, значит, из 15 главы, с 14 по 21 текст. Он на двух слайдах здесь будет, с 14 по 21. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божия, чтобы это приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». «Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо я не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников вере словом и делом, силой знамений и чудес, силой Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мной от Иерусалима и окрестности до Иллирика. «Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, чтобы не созидать на чужом основании, но как написано, не имевшие о нем известия увидят и не слышавшие узнают». Я скажу четыре принципа, возможно их больше, но вот я так обратил внимание, четыре важных истины, которые здесь очень хорошо видны, очень хорошо прослеживаются вот в этом рассказе апостола Павла. В общем-то этот рассказ он подводит к следующему стиху, «Почему я до сих пор не был в Риме». Он пишет послание и он им объясняет, вот это все мне препятствовало, то есть вот это вот мое обширное служение, оно мне еще препятствовало в Рим прийти. И вот это вот, ну как бы объяснение его, объяснение, чем же он был занят, что он до сих пор не был еще в Риме, хотя он в Риме очень сильно хотел быть, и потом он там и побывает, и там и жизнь его, скорее всего, закончится, в этом городе. Но вот это вот описание, оно дает нам понимание, как трудился апостол Павел, и что для нас сегодня может быть тоже важным и ценным, хотя прошло уже несколько тысяч лет, да, прошло, уже очень много поменялось, мир вокруг поменялся, он не такой, как тогда был, вот в плане Римской империи, то, что сегодня мы имеем. А церковь осталась, и Божьи принципы, они сегодня остаются, и для нас важные и актуальные. Значит, первая моя мысль, служение Богу основано на духовных дарованиях каждого. Вот 14-15 текст, еще раз прочитаю, он говорит, я уверен о вас, братья мои, что вы полны благости, исполнены всякого познания, и можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, поданной мне от Бога благодати. Вот здесь он говорит о том, что то, что имеют верующие в Риме, они наполнены благостью, они исполнены всякого познания, они способны наставлять, служить друг другу. И он говорит, а я вам всего лишь напоминаю это, напоминаю, по какой причине? «По данной мне от Бога благодати». Друзья, для того, чтобы нам служить Богу, служить в церкви, каждому даны духовные дарования. Точно так же, как в нашем теле нету ненужных органов, ненужных каких-то, ну даже клеточек в теле, так и в церкви Христовой. Вот этот образ тела, вот, друзья, как хорошо, как хорошо, что Дух Святой вдохновил именно апостола Павла. Это его, это его иллюстрация, это его пример, чтобы церковь сравнить с телом. Вот мы сегодня сидим, да, мы уже чуть другие люди, у нас есть там автомобили, мы налетаем на самолетах, у нас есть сотовые телефоны, и у нас, может быть, чего-то нет, у чего не было тогда в древности, но тела у нас у всех есть. И вот, чтобы понять истину о церкви, ну, вот можете так вот пошевелить, пошевелить, да, пошевелить пальцем вот здесь у себя, пошевелить и пальцем на ноге большим. То есть мы, ну, для чего это все? Мы можем понимать, что это такое. Церковь сравнивается с телом, и нету ни одного бесполезного, ни одного ненужного. В общем-то, если какой-то тел, член тела отказывает, это катастрофа. Это катастрофа. Ну, представьте, человек попадает в реанимацию, его пытается восстановить там, особенно если какие-то, как мы говорим, жизненно важные органы. Но даже если какие-то клеточки начинают вдруг отмирать в человеке, или там гангрена, тоже опасное явление, потому что она распространится и заразит все тело, и человек умрет. Опять же, надо что-то делать. То есть не может быть мертвого в теле, не может быть бесполезного в теле, не может в теле быть какого-то, который бездействует. Хотя, наверное, мы сейчас скажем, ну как же, а в теле же Христовом бывают христиане и не очень активные, бывают и пассивные. Вот, друзья, этот пример для того и дан нам, чтобы мы понимали, это ненормально, это не естественно для тела. Дух Святой, когда нас присоединял к телу Церкви Христовой, то вот уже это не с нами, никто не советовался. Нас никто не спрашивал. Вот, знаете, мы в Церкви, уже когда мы хотим теперь определить, а какие же способности у человека? Опять же, мы это делаем на основании Писания, потому что написано, что у каждого есть. И мы говорим, ну что у тебя? Ты играть можешь, петь можешь, говорить можешь, что может с детьми, может быть на благовестие. А вот Дух Святой так не спрашивал. Он брал каждого человека, которых уверовал, которого Бог спасает, и присоединял к телу. И вот, знаете, взял, вот присоединил, и вот ты в теле большой палец на руке. Это определяет твое назначение? Что делает большой палец у нас? Вот большой палец. Вот он очень важный. Вот если у человека было бы четыре пальца, а большого не было, очень намного сложнее что-то брать. Я видел, видел, есть один брат знакомый, вот у него здесь поврежден палец. Вот ему очень сложно, очень сложно. Ну всего лишь один палец, да? Потому что он хватает. А вот большой палец на ноге, он не хватает, у него другая функция. Вроде бы на ноге тоже большой палец, но функция другая, опора. Опять же, я тоже помню, у нас в школе был мальчик один, у него что-то случилось, ему большой палец отрезали. Он нормально ходить не мог, всего лишь от большого пальца. У него не хватало ему устойчивости. Он как-то, знаете, он заваливался постоянно, ну вот как бы прихрамывал, просто нету большого пальца. Ну то есть, друзья, люди когда-то придумали там, что аппендикс у человека, отросточек в кишечнике, что он не нужен. И даже я слышал в Японии, маленьким детям их просто вырезали. Вот так решили, ну это же ненужный орган. От того, что вы не понимаете, зачем он, это не значит, что он ненужный. Бог так сделал, что нету ненужных. И в церкви, в церкви точно так же. То есть, если ты христианин, у тебя обязательно есть какой-то дар, потому что ты в теле, потому что, потому что это так сделал Дух Святой. И вопрос нашего служения, почему мы об этом говорим? Друзья, это естественное продолжение нашего спасения. Вот если мы в первые 11 глав рассуждали о спасении, как Бог спасает, уверовать надо, праведность Христа, мы все грешники и так далее, то теперь жизнь спасенного человека, это продолжение спасения. Не все так понимают. Не все, очень часто мы разделяем это очень сильно. Вот спасен и все. А теперь, ну могу служить, не могу, хочу, не хочу, буду, не буду. Друзья, описание показывает это что-то, как что-то взаимосвязанное. Естественное продолжение спасения. Это как бы совершение нашего спасения сегодня. Наше спасение сегодня, мы уже спасены, но мы сегодня еще спасаемся. И мы спасаемся в церкви, и отсюда нельзя исключить наше служение Богу. Это все взаимосвязанные вещи. Нельзя разделить церковь. Знаете, это за две тысячи лет вообще в христианство такая не только идея, но вообще такая жизнь проникла, особенно это сильно видно в каких-то традиционных церквах, друзья, но и в других, и в наших церквах это тоже, ну, бывает, присутствует. Когда как будто бы церковь разделенная, как будто бы есть, ну, духовенство так называют, да, вот, и миряне. Духовенство, они чем-то заняты, они что-то делают, они там организовывают богослужения, вот там где-то в храме или еще где-то. А миряне, ну, они просто пришли-ушли, пришли, посидели, постояли, неважно, послушали, что-то сделали там, ну, по-разному, друзья. Перекрестились, поставили свечку, выслушали проповедь, попели общим пением, ну, в общем-то, какая разница? Не очень большая разница, если ты просто как прихожанин пришел. Может быть, сейчас вас это удивит, но просто как прихожанин большой разницы нет, поставил ты свечку или просто попел песни из сборника. В общем-то, большой разницы нет, ты как будто ты не в теле, ты спасенный человек, но ты как будто не в теле. И вот такое разделение, те, кто служит, и те, кто просто, знаете, даже такая фраза появилась, ходят в церковь, ходить в церковь, подразумевается, в собрание, собрание ходить, потому что церковь, понятие намного глубже, чем просто ходить в собрание. Церковь – это тело, это общность жизни. И, друзья, такой подход, такое понимание, оно, ну, вот, опять же, перенесите этот образ на тело, перенесите, когда даже какой-то член тела у нас заболел, вышел из строя, ну, даже, что-то с ним плохо стало, насколько страдает весь организм. Друзья, насколько церковь парализуется, когда нету правильного понимания у людей, что такое служение Богу, почему это важно, почему это нужно. И это становится препятствием для роста, развития остальной всей церкви. Друзья, этот вопрос снимается, если человек неверующий, если Бог его не присоединил к церкви, тогда другой момент, ну, тогда это по-другому, тогда, в общем-то, нормально, нормально, если человек ходит, разбирается, слушает, пытается понять Евангелие, Евангелие идет к вере, идет к тому, чтобы уверовать. Ему, может быть, и не надо даже торопиться, пока он не спасен, пока он не присоединен к телу, чтобы там служить Богу. Ему вопрос надо другой решить. А вот спасенным, спасенным, ну, как бы, как мы говорим, а спасенным без вариантов, а спасенным именно, именно вот так. И понимать свое место, понимать, что для меня предназначил Бог, вот, и выполнять это. Потому что, друзья, опять же, сколько проблем у меня, вот, в моей жизни, может быть, и в жизни моей церкви, где я нахожусь, если я, например, ну, не делаю то, что должен делать. Или наоборот, я делаю, но не то, что должен делать. Просто вот я понимаю, что я должен что-то делать, и я делаю. Но делаю, ну, делаю что-то не то. То есть, как бы, если бы мы, я вот уже говорил, как бы, если бы мы ногой пытались что-то брать, да, вот брать. Ну, это, в общем, если потренироваться, возможно, да, но это неудобно. Это нога не предназначена, чтобы пальцы на ноге, чтобы что-то брать ей. Это обезьяны только так делают. Вот, они могут там. А людям, у людей не так. У людей, ну, по-другому Бог предназначил. И поэтому это важное значение имеет вот для нас и для нашего служения, служения в церкви. То есть, служение, основанное на дарованиях каждого. Смотрите, верующие наполнены благости, исполнены всякого познания, он говорит. Он не был в Риме, он не знает эту церковь лично. Ну, возможно, кто-то рассказывал, слухи какие-то доходили, и он пишет, что вот, я уверен, я уверен, что вот именно так вы живете. У вас достаточно доброты, вы добрые, вы хорошо знаете, причем знаете, что всякое познание здесь имеется в виду именно то, о чем он им говорил. В общем-то, то Евангелие, которое он им излагал, они знают, не просто они все на свете знают, не просто они такие умные люди, нет, они знают то Евангелие, которое излагал Павел. И он говорит, смотрите, что из этого получается, если вы наполнены благости, и если вы наполнены познанием Евангелия, тогда что происходит? Вот эти две вещи соединяются. Что вы еще можете? Вы тогда можете наставлять. То есть смотрите, когда вы наполнены, когда вы наполнены, то есть я уже сказал, во-первых, Дух Святой нас всех присоединяет к телу и дает нам дарование, и вторая важная мысль и важное условие, когда вот вы наполнены, тогда вы можете, тогда вы можете наставлять друг друга. То есть это, в общем, важный элемент. И, друзья, это не только речь идет о тех, кто говорит, проповедует или еще что-то делает. В общем-то, мне кажется, что этот принцип, он, в общем-то, применим к каждому из нас в любом служении. То есть быть наполненным благостью, благим, добрым, и быть наполненным познанием Евангелия. И вот это такая вдохновляющая сила, которая нас двигает на служение. И тогда служение будет хорошим, оно будет правильным. Тогда будет достаточной сил и мотивации, инициатива будет проявляться. Один брат, он в электричке встретил группу Светили Иеговы и вступил с ними в разговор. Ну и они его очень, ну как бы, закидали вопросами, наговорили ему всего, и он ничего им не мог ответить. А он хотел благовествовать, хотел благовествовать в электричках. Знаете, это его так озадачило, озадачило, смутило. Он пришел домой, набрал литературы, и три месяца он изучал, изучал, ну вот как бы это учение за, против, почему они так верят, почему это не соответствует Писанию. И через три месяца он уже был подготовленный. И Бог очень сильно потом его использовал, то есть когда он уже встречался, встречался с такими людьми, у него было о чем с ними поговорить, как им рассказать Евангелие, и это не смущало его. Друзья, вот человек, который явно на своем месте, явно на своем месте, то есть он хочет что-то делать, когда не получается, он думает, как бы мне научиться, как бы мне вырасти, ну как бы мне стать более способным вот в том, что я делаю. И Павел, Павел здесь, он говорит об этом, говорит верующим, он не просто говорит, что вот я такой служитель, я тружусь, я столько делаю, а вы там в Риме вообще хоть что-то делаете. Нет, он говорит, я уверен, что и у вас все нормально, что хорошо. Просто вот желание, такой смелости я набрался, вот взял и напомнил вам Евангелие. Хотя я думаю, что вы знаете. И наполненный благодатью, благостью, наполненный познанием, и вы, вот так вот это проявляется у вас. Друзья, это важная мысль, вот быть, быть на том месте, быть, ну там, куда тебя призвал, призвал Господь, именно в теле Христовом, и не быть, не быть пассивным. И служить Богу от избытка. Вы знаете, вообще все, что делает Бог, Он делает от избытка. Ну, я так называю это, это как бы его принцип. У Бога все от избытка. Вот иногда мы говорим, вот Бог мир создал. Ну, ему надо было с кем-то общаться, ему стало скучно, но это примитивно. Друзья, Бог создал мир не потому, что ему чего-то не хватало. Если вы так думаете о Боге, то это не Бог. Ну, то есть, мы не можем думать о Боге, как о том, ну, чего-то не хватает ему. Вот, ему людей не хватает, церкви ему не хватает. Нет, Бог вполне самодостаточный. А зачем же тогда он что-то делает? Друзья, у Бога это не от, потому что, вот, вот мне надо, чтобы кто-то рядом со мной был. Это, в общем, наш человеческий принцип. У Бога, потому что избыток. У него не было недостатка в общении, у него не было недостатка, кого любить, у него все прекрасно было в Троице. Мы как-то об этом говорили, на членском, по-моему. У него все прекрасно в Троице. Отец, Сын, Дух Святой, там все идеально, там все совершенно. Но избыток, избыток, на кого эту любовь излить, с кем поделиться, той жизнью, которая у него есть. И вот это принцип, принцип Божий. Когда мы Богу служим от недостатка, а мы, в общем-то, люди, ну, очень часто, ну, почему мы идем работать? Почему нам надо идти зарабатывать деньги? Ну, потому что, потому что мы нуждаемся, нам нужно кушать, нам нужно покупать что-то, и мы от недостатка делаем. Очень много, или почти все в нашей жизни. А вот служение Богу, основанное на Евангелии, это служение, которое от избытка, это служение, которое делает человек, который наполненный, наполненный, еще раз перечислю, благостью, познанием, и так далее, наполненный Духом Святым человек. Потому что, если этого нету, тогда человек идет в служение, чтобы удовлетворить что-то свое, удовлетворить свои нужды, восполнить свои нужды. Я иду в служение, чтобы показать себя, проявить себя, это все от недостатка. А чтобы заполнить какую-то пустоту, которая есть во мне, чтобы получить какую-то признательность, уважение, это не то служение, к которому нас призывает Евангелие. Друзья, и здесь это такая граница, где нам нужно наблюдать за собою. То есть, это мотивы того, что мы делаем. Вторая мысль, служение Богу является поклонением Богу. Служение Богу является поклонением Ему. 16 и 17 стих «Быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священно действие благовествования Божия, чтобы это приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Друзья, вот мы с вами далеко, далеко отстаем от того времени, и нам немножко, следующий текст, пожалуйста, и нам немного сложно, ну вот понять, о чем же здесь говорит он. Он называет себя служителем Иисуса Христа, то есть, тот, который служит, служит у язычников, ну, то есть, это мы знаем, это понятно, его служение было связано. А теперь смотрите, образ из Ветхого Завета, он говорит, я как бы, как бы, вот как в Ветхом Завете священник, я совершаю священно действие, как священник возле жертвенника, который приносит, ну, что-то приносит на жертвенник, жертву или приношение какое-то. И вот моя задача, я приношу, Дух Святой это освящает, и в результате благоприятно, благоприятно это Богу. Вот как Илья, да, он жертву положил, огонь с неба сошел, и в результате Бог прославился. То есть, жертву священник приносит, Бог ее принимает, она сгорает, и благоухание, благоухание приятное Богу. То есть, Павел говорит, я вот, вот как тот священник Ветхого Завета, нет, я не священник сегодня, он говорит, я служитель Иисуса Христа, я совершаю, но я совершаю свое служение, как священно действие, я Богу приношу. А кого он приносит Богу? Что он приносит Богу? Ну, даже правильнее, кого я правильно вначале сказал. Он говорит, язычники. То есть, вот те люди, которым я свидетельствую, которые к Богу обращаются, это и является моей, жертвой Богу. То есть, смотрите, Павел видит свое служение не просто как какую-то тяжелую, такую обязанность. Он видит его как, ну, как будто это поклонение Богу. Зачем, зачем приносили вот, ну, жертвы, которые были благоприятны Богу? Зачем это нужно было? Ну, там было прощение грехов, но еще это был момент вот такого поклонения Богу. И он, он видит это именно так, для того, чтобы Бог прославился, для того, чтобы, ну, не просто что-то сделать, а сделать ради славы Божьей, ради поклонения Ему. Да, он служит людям, но цель у него слава Божия, цель поклонения Богу. И знаете, здесь интересная мысль, я так посмотрел, вот он называет себя служителем, вообще всегда, ну, не всегда, но очень часто в Новом Завете, когда написано слово служитель, то оно, оно, оно нам знакомое, в общем, это слово, даже у нас сегодня оно есть. То есть, это греческое слово дикания, дикания. Вот, когда вы читаете служить, служите друг другу, служители, то это дикания. То есть, в Новом Завете, и у нас даже сегодня разновидность служения, есть дикан, вот, которая прям буквально в наш язык перешла, вот, прям по буквочке, да, то есть, это служитель, служитель. но здесь, здесь, Павел другое слово использует. Он не говорит о себе, как о диаконе, да, ну, как о служителе. Он здесь говорит о себе и приводит другое слово. И я посмотрел его значение, это значение, это тоже служитель, но это такой, знаете, общественный служащий, который, вот этим словом, я сейчас прочитаю, значение его, не значение, а смысл его, обозначали людей, которые совершали общественное поклонение Богу. Этим словом обозначали бескорыстное, благородное служение. Вот, когда это слово применялось, например, к неверующему человеку, это же Греция, греческий язык, еще до Христа, до церкви, например, когда таким словом называли человека в городе, то это был человек, который организовывал мероприятия для города за свой счет, это человек, который не искал прибыли себе, чаще всего он доплачивал свои деньги, ну, чтобы, ну, представьте, что-то в городе организовать, да, что-то, какое-то мероприятие, какой-то праздник, и это вот человек, который, ну, выступал организатором, который тратил свое, отдавал свое, то есть, этим словом, этим словом, Павел не просто подчеркивает диканию, ну, не просто подчеркивает служение, делай что-то, он подчеркивает, ну, вот такое вот, как поясняют, бескорыстное, благородное служение, ну, как бы, как бы на виду даже, на виду, ну, в первую очередь, здесь, наверное, на виду у Бога, но и на виду у людей. Друзья, если мы с вами думаем о служении, как о какой-то тяжелой обязанности, вот первую мысль я сказал, ага, Дух Святой присоединил, и теперь у меня выбора же нету, надо что-то делать, иначе, иначе тут что-то поговаривают, что и спасения я не совершаю, то есть, если я как будто бы бесполезный, или как будто бы я пассивный, то как будто бы и спасение мое не двигается, да, не развивается. И получается, ну, ладно, ну, буду, ну, буду хотя бы что-то делать. Друзья, вот второй принцип, то есть, если это не поклонение Богу, то это не служение, которое основано на Евангелии, это не должно быть какой-то тяжелой обязанностью. Вот, когда мы говорим, что, одному мне, что ли, это надо? Где все? Почему все? Вот, человек начал трудиться, и сразу начинает видеть, а этот, а этот, а этот почему? Да где, да что ж такое? Что же это происходит? Вот, почему только один я? Вот Павел говорит, литург, литург это слово, литургия. Кстати, произошло слово, богослужение сегодня, вот такое организованное богослужение, называют сегодня литургия. Оно слово, мы не используем его сегодня, но вот, по сути, мы с вами в десять собрались, помолились, спели, три проповеди у нас, и потом помолимся, вот это литургия. Да, в православной церкви одна литургия, а у нас другая литургия, но это литургия, то есть, одним словом, это обозначается так. Так вот, он говорит, я литург, я тот, кто сделаю литургию, то есть, я делаю такое вот организованное, последовательное служение, то есть, я не просто, там что-то поделал, там что-то поделал, я делаю такое, ну, как бы, шаг за шагом определенное служение, оно у меня запланированное, об этом, дальше мы потом сможем прочитать, оно у меня продуманное очень хорошо, там, он молится об этом, он планирует, он переживает, он осуществляет его, но это не тяжелая обязанность, от которой не знаешь, как бы, куда деться. Это привилегия, это преимущество, это милость от Бога, что мы можем что-то для него делать, это честь, благодать, которая Богом оказана. Друзья, вот если поменять этот взгляд, поменять этот взгляд на служение, тогда и отношение будет другое, и тогда получится, как вот Исаия говорит, вот я, пошли меня, то есть возьмите меня, или поручите мне, или, Господи, ну, пошли меня, используй меня, как один человек сказал, он молится такой молитвой, это служитель церкви, он говорит, я молюсь так, Господи, ты сегодня что-то делаешь в своем мире, ну, вот в этом мире нашем, позволь мне тоже поучаствовать в этом, ты что-то делаешь, я хочу тоже в этом поучаствовать, вот, третья мысль, служение Богу совершается Богом через нас, Павел говорит так, что я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, третья мысль, служение Богу совершается Богом через нас, смотрите, он говорит, я похвалюсь сейчас, но не собой, о чем, похвалюсь тем, что к Богу относится, не осмелюсь вообще говорить о чем-либо, что не совершил Христос через меня, то есть, если это Христос не совершил через меня, я об этом даже говорить не буду, и смотрите, благоествование Христова, следующий стих, распространено мною, мною, то есть, речь о том, что Павел понимает, то, что я делаю, то, что я совершаю, значит, даровано, во-первых, мне дарования духовные, во-вторых, это мое поклонение Богу, а в-третьих, в-третьих, это Христос делает через меня сила знамений, чудес, сила Духа Божия, он говорит, христиане, вы видите не силу апостола Павла, вы не видите не гениальность апостола Павла и его способности, это через меня совершает Христос свое дело, и вот такое осознание, это важный принцип, друзья, много, наверное, о чем можно было бы говорить, это то, что защищает нас от какого-то превозношения, защищает нас от гордости, особенно, когда служение более заметное или более видимое, если ты не понимаешь этот принцип, или я не понимаю этот принцип, то я буду думать, что вот это я сделал, да, как, ну, можно приводить разные примеры, вот моя мышца, моя сила, вот это я построил, там царь Вавилонский говорит, вот это мое, это то, что я сделал, он говорит, нет, служение Богу, это не то, что я сделал, это то, что сделал Христос через меня, то есть, то есть, Павел видел себя как инструмент, как инструмент, и которым Бог пользуется, и Бог ему дает и силы, Бог ему дает и благодати, Бог уже дал способность Павлу, а теперь в процессе служения Бог еще его наделяет, и Бог через него делает, говорит через него, если там сила знамений и чудес, это через Павла, Христос делает, и так далее, то есть, Бог делает, Бог делает свое дело, но делает его через нас, через нас, это важный момент, здесь и в то, как мы методы выбираем, как мы будем делать, и то, как мы относимся к служению, и как мы, например, похвалу принимаем, и как мы критику принимаем, это, в общем-то, знаете, это как монета с двух сторон, похвала и критика, это монетка с двух сторон, сегодня хвалят, завтра критикуют, или одни хвалят, другие критикуют, но суть, суть одна, если мы понимаем, что Христос через меня, то мы более спокойно относимся и к похвале, и к критике тоже. И последнее, последнее, служение Богу направляется Писанием. Последний, последний заключительный текст этого отрывка, он говорит, «Я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, чтобы не созидать на чужом основании, но как написано. Не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают». То есть, вот здесь Павел показывает, во-первых, метод, которым он пользовался. Он говорит, «Я не шел туда, где уже кто-то проповедовал». То есть, это его метод. Это не значит теперь, что нам всем надо делать только то, что никто не делает. Или, обязательно, если я пришел в церковь, надо делать то, чего еще до меня никто не делал. То есть, это, в общем-то, важная мысль. Важная мысль. И если, например, я присоединился недавно к церкви, и я хочу быть полезным, хочу что-то делать для Бога, возможно, мне надо включиться в то служение, которое есть, а может быть, мне надо что-то, Бог хочет, чтобы я что-то и новое развивал. Вот как Павел. Чтобы я проповедовал там, где не было еще проповедуемо, чтобы я делал то, что еще никто до этого не делал, но в этом есть нужда. Но самое важное, здесь не метод, не метод, а самое важное принцип апостола Павла. Он говорит, «Так написано». Я делаю, потому что так написано. Откуда я так для себя решил? Потому что написано еще в Ветхом Завете, что о Христе должны услышать те, кто не видели и не слышали еще. И я вот взял вот этот текст на вооружение, вооружился им, и поэтому я вот так теперь совершаю служение. Значит, смотрите, четыре важных принципа, которые бы я хотел сегодня отметить. Нету бесполезных, ненужных людей, нету людей, которым не дано дарование. Служение Богу всегда основывается на дарованиях. Ты не можешь служить Богу чем-то своим. Ты не можешь служить Богу, если ты не спасенный человек. Ты не можешь служить Богу не своим даром. Служение только основывается на даровании духовном. Служение Богу является поклонением Богу. То есть, это мы не, знаете, мы Богу не отдаем, или мы Богу не зарабатываем что-то, а мы отдаем Ему, воздаем как бы. Ну, то есть, мы отдаем Ему то, что Он дал нам. Вот так вот. То есть, мы просто поклоняемся Ему. Служение Богу совершается Богом через нас, и служение Богу направляется Писанием. Давайте мы помолимся сейчас, проверим каждый свою жизнь, свое служение, и наше отношение к Нему. И пусть Бог нас благословит в этом. Аминь. Спасибо. 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 Спасибо.